Неординарная ситуация сложилась в Гостецком сельском поселении Сланцевского района. Группа жителей деревни Гостец выразила недоверие главе своего сельского поселения, главе местной администрации и всем гостецким депутатам вместе взятым. До такого шага жителей довело увеличение в Гостецком сельском поселении тарифов на коммунальные и жилищные услуги. Вы все знаете, что правительство Российской Федерации обязывает население страны перейти к стопроцентной оплате тарифов, но поэтапно к 2018 году. Для этого были разработаны постановления о поэтапном повышении тарифов в течение трех лет. Максимально допустимый индекс повышения тарифов по Ленинградской области установлен 6,6%. Однако органам местного самоуправления дано право превысить этот индекс для урегулирования межтарифной разницы. В 2015 году жители гостецкого поселения оплачивали 85,84% от тарифа. И тогда гостецкие народные избранники, глава сельского поселения и глава местной администрации подписались под решением о 20-процентном увеличении индекса изменения платы за коммунальные услуги, что привело к повышению тарифа тоже на 20%. По мнению сельчан, местная власть даже не задумалась о поэтапном увеличении. Тариф увеличился на 370 рублей 45 копеек и составил 2222 рубля 71 копейку за одну гикокалорию. Получается, что один и тот же поставщик тепла, Газпром, теплоэнерго, оплачивает в высказке за одну гикокалорию 1926 рублей 35 копеек, а деревня Гостицы и сельхозтехника будут платить 2222 рубля 71 копейку. Наверное, в высказком поселении более заботливые депутаты и думающий глава администрации. Жители били, как говорится, во все колокола. Несколько раз встречались с главой сельского поселения Владимиром Лебедевым и главой местной администрации Владимиром Камышевым. Ходили на совет депутатов и нигде не нашли взаимопонимания. Тогда терпению жителей пришел конец. Мы искренне не понимаем, почему при индексации пенсии всего на 4% наши депутаты умудрились поднять тарифы за коммунальные услуги на 20%. На все наши обращения в вышестоящие организации и инстанции мы получаем один и тот же ответ, что это инициатива ваших местных властей и ваших депутатов. Спасибо им за это. И людям непонятно, почему при резком повышении оплаты за ЖКХ в квартирах стало холодней. Батареи еле теплые, а платят больше. Глава местной администрации господин Лебедев заявляет нам, что мы якобы вышли на 100% оплату тарифов по теплу. Но мы получаем письмо из комитета по тарифам, что мы за тепло при повышении на 20% платим еще всего лишь 98,8%. За воду 95,9%. И вообще непонятно, почему мы оплачиваем 79,5% за канализацию, когда у нас нету отчистных и мы нарушаем нашу экологию. Доведенные до отчаяния люди собрали на улице Народное собрание, на котором присутствовало более 150 жителей. Пригласили районную власть, представители областного комитета по тарифам, председатели комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Сланцевского района, представители прокуратуры. Парламентарий зачитал все претензии главе сельского поселения Владимиру Лебедеву и главе местной администрации Владимиру Камышеву. На собрании дали высказаться всем, кто хотел. Конструктивно разбирали каждый вопрос. Искали пути решения. Вела собрание глава Сланцевского района Марина Борисовна Чистова. После полуторачасового схода народ понял, что придется смириться с 20% повышением тарифа. Но против его дальнейшего увеличения. Руководители районной власти займутся выяснением обстоятельств низких температур в квартирах в деревне. И, наконец-то, приняли решение организовать инициативную группу из жителей Гостец, которые будут вникать во все депутатские общие и текущие вопросы и защищать гостецкий народ от необдуманных решений избранных депутатов. Главы местной администрации Владимира Камышева и главы гостецкого сельского поселения Владимира Лебедева. Довольно тем, что народ собрался, народ не молчит. У нас будут действия. Создана инициативная группа для работы вместе с Советом депутатов и защищать какие-то свои интересы, свои права. Создается инициативная группа, чтобы работать. А вы недовольны всеми депутатами? Да. А как же вы так выбрали их? Вот это наша ошибка. И вот эту ошибку мы будем исправлять. То есть выбрав инициативную группу, мы будем исправлять свои ошибки.